Две недели. Мы с вами сегодня посетили объект, увидели, что за две недели тот объем работ, это и фасад, и кровля, не выполнены. Значит, и второй подрядчик у нас идет по сроку, у них все нормально, значит. Но сейчас получается, что подрядчик «Энгельстрой» начинает уже сдерживать работы и сроки второго подрядчика, в чем проблема основная. Сейчас мы обсудили, вы это слышали, на тему того, что у первого подрядчика не хватает оборотных средств для того, чтобы закончить контракт. Со стороны правительства все суммы выплачены за те виды работ, которые выполнены, а оплаты все ушли. Сегодня нам об этом тоже говорили. То есть задержки со стороны правительства по выполненным работам никаких нет. Тоже не совсем понятно. Речь шла о подорожании на 20 миллионов, а в итоге минус 50 миллионов. Ну, это она говорит о том, что были те работы, которые до этого были выполнены, они были убыточными. А прибыльные работы – это фасад и кровля, получается. Для того, чтобы сейчас выйти на прибыльные работы, нужно закупить материал. Ну, эти цифры нужно еще проверять, смотреть непосредственно в документы. Это то, как говорит подрядчик. Для того, чтобы выйти сейчас на прибыльные работы, те, которые в ее контракте, да, есть работы, например, с нулевой рентабельностью, произошло определенное удорожание материалов, как говорит Анна Александровна, Нужны оборотные средства для закупки на кровлю и на фасад. Она говорит о том, что у нас сейчас кредиты, и для закупки оборотных средств у них нет. Нас это очень сильно беспокоит, потому что это у нас национальный проект. Срок сдачи этого объекта у нас получается непосредственно в ноябре месяц. И сегодня выездное заседание комиссии, депутатский корпус, мы рассмотрели. Будем смотреть варианты того, как дальше будет развиваться на этом объекте у нас это непосредственно в строительстве. А какие-то отрицательные последствия для области за то, что мы не завершим вовремя этот объект? Какие будут? Ну, конечно, потому что, во-первых, это реализация национального проекта. Это самое главное, да. И у нас очень жесткие сроки здесь. Аукционы были отыграны. Значит, здесь вот еще благоустройство тоже, аукцион. Но вот если область фактически провалит национальный проект, то что будет за это? Уменьшение средств на другие проекты? Ну, другие проекты, они как бы идут сами по себе. По данному проекту мы должны будем вернуть средства. Если мы не выполним национальный проект. Ну, как бы хотя бы до конца года, да, они должны быть освоены? Роман Викторович, чтобы точно, если мы до конца года данный объект не сдаем, а у нас национальный проект, мы должны будем вернуть средства. Правильно? Ну, если они не будут перераспределены на следующий год, то, соответственно, они вернутся в федеральный бюджет. Скажите, а вот второй подрядчик должен до 30 ноября выполнить работы, да? А вот в плане благоустройства, там, это тоже до 30 ноября или там... Все, весь объект в комплексе. В комплексе, да. Он должен быть сдан был до 30 ноября. Ну, как вот по вашим оценкам, там, все-таки получится, не получится? Нет, мы будем искать сейчас пути решения. Все зависит на сегодняшний момент от подрядчика, которого мы сейчас с вами... Синоженская, Анна Александровна, Энгель-Строй. А вернуть нужно будет только неосвоенные средства или все? Неосвоенные. Продолжение следует...